Художник из Москвы написал портрет настоящего героя Второй мировой. Шедевр живописи оценила лично натурщик. Торжественная церемония вручения портрета состоялась в кадетской школе в Люберцах. Молодой и талантливый художник Сергей Комаров решил, что пора увековечивать историю на холстах. В качестве натурщика живописец выбрал ветерана Второй мировой войны Владимира Федоровича Ялина. Ветеран встанется все меньше, скажем, днем, как уже неоднократно было сказано. И живопись для сохранения памяти представляет намного больше возможностей. Традиция писать портреты героев войн была еще в 19 веке. Тогда художники писали ветеранов войны 1812 года. Я пишу очень много портретов постоянно, но вот с изображением ветерана это первый опыт. На торжественном мероприятии в актовом зале присутствовали кадеты, учителя, представители администрации городского округа Люберцы. Каждый хотел увидеть героя Второй мировой и его копию, изображенную на холсте. Очень радостно была встреча и знакомство с Сергеем, с молодым художником. Когда я услышал его мысли, когда я услышал его внутренний мотив и главное понимание, что, как он говорит, Александр Федорович, я вот чувствую и с сожалением, и с содроганием, и с каким-то переживанием, что да, я вижу, ветераны уходят. Сам натурщик и главный герой с радостью, но вместе с тем со слезами на глазах увидел свой портрет. Вот я сейчас смотрю, уж пусть бы я или другой не буду, но вижу, это от лоски, вот это сейчас наши идеи полка бессмертного. Мне кажется, порядочно туда попасть, в этой идее. Действительно, это бессмертный. Портрет ветерана был написан за несколько сеансов. Каждым было по 4 часа. Художник рассказал, что изготовил холст по специальной технологии, который позволит сохранить полотно более 300 лет. Как знать, возможно, в далеком будущем по этому шедевру живописи мальчики и девочки будут учить историю своей великой страны. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.